Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Лентин Сергей Геннадьевич, я врач-венера лакуролог. И сегодня мы поговорим о симптомах хламидии у мужчин. Хламидия – это внутриклеточный паразит, относящийся к половым инфекциям или ЗПВП. Наиболее часто он поражает человека при незащищенных половых контактах. Какие же симптомы хламидии у мужчин наиболее часто встречаются? Наиболее часто хламидия поражает мочеполовой тракт или уретро у мужчин. Соответственно, при таком поражении наблюдаются небольшие слизистые выделения, иногда слизисто-гнойные выделения из мочеполового канала или уретры. Также наблюдается покраснение губок уретры, зуд в области уретры. Болевые ощущения могут усиливаться при мочеиспускании. При мочеиспускании появляется зуд. То же самое наблюдается и при половом акте. При реакции непосредственно иммунной системы на проникновение хламидии могут увеличиваться лимфатические узлы. Также часто наблюдается такой симптом как покраснение губок уретры, которые часто достаточно сильно выражены. В отличие от спокойной головки губки уретры очень красные. Часто наблюдается повышенное учащение мочеиспускания. За ночь иногда человек стоит 2-3 раза. В среднем мочеиспускание учащается в 1,5-2 раза. Это связано с тем, что канал мочеполового раздражается и мужчине как бы кажется, что он хочет в туалет. Какие вообще диагностические методы при хламидии у мужчин эффективны? Наиболее эффективен это ПЦР анализ. Это взятие вот такую пробирочку зондом у мужчин мазочкой. Также делается посев подобную же пробирку у мужчин на хламидию и чувствительность ее к антибиотикам. Особенно важно последнее. И берется кровь на хламидии, на иммуноглобулины, на тот иммунный ответ, который формируется в ответ на хламидию. После установления диагноза проводится лечение. Как правило, оно равно приблизительно 20 дней. Что будет, если не лечить хламидию мужчин? Ну, во-первых, наиболее часто развивается простатит. За простатитом следует импотенция, плохая эрекция и бесплодие. Особенно бесплодие часто развивается при поражении хламидиями яичек. Поэтому, чтобы не допустить таких осложнений, обращайтесь к венерологам нашего платного КВД. У них имеется, во-первых, авторская методика безболезненного забора москов, в том числе на хламидию. Во-вторых, мы обладаем самым широким спектром анализов, как крови на хламидии, так и посева, так и обычного мазочка ПЦР. При наличии хламидии мы прописываем эффективное лечение, как правило, сроки которого колеблются от 10 до 20 дней. Поэтому при любых симптомах хламидии у мужчин ждем Вас в нашей клинике. Спасибо за внимание!